Привет, друзья! Сегодня хотелось начать свой обзор с того, что пришла наконец весна, но, к сожалению, погода изменчива. И вот только буквально полчаса назад температура упала, пошел легкий снежок. Но, тем не менее, весна, она все равно придет. Это неизбежно. Так же, как и неизбежно обновление модельного ряда Kia. Сегодня у нас в гостях вот такой вот замечательный бизнес-седан. Это Kia Optima. Это не рестайлинговая Kia Optima, это именно новый автомобиль. Ну, сегодня попытаемся разобраться и познакомиться с ней поближе, насколько она новая, что в ней такого изменилось, что они ее обозвали именно новой. Давайте сначала посмотрим внешне, да, насколько она поменялась. В принципе, вообще, концепция самого дизайна, она осталась прежней, по сути. То есть, вот эта ячейка, эти фары такие раскосые. Единственное, что поменялась сама немножко, фактура ячейки. Она как будто стала более такая вот богатая, что ли. То есть, она прямо вот... Каждая ячейка это какое-то произведение искусства. То есть, прямо вот чувствуется. Так же, что поменялось? Нижняя часть бампера поменялась. Появились вот эти вот жабры. То есть, это настоящие, действительно. То есть, это не просто декоративные жабры. Это такие воздуховоды, которые, можно сказать, помогают вентилировать тормозные диски. Ну, мы это видели на некоторых машинах, не будем говорить на каких. Но, тем не менее. Идем дальше. Сбоку, что мы видим? Тоже концепция примерно та же. То есть, остались вот эти вот декоративные... Такие акулии тоже жаберки. Так. Здесь появилась такая фишка. То, что вот по всей крыше идет вот эта серебристая... Серебристый такой рейлинг, не рейлинг. Как его назвать? Такая накладка. И уходит, да, молдинг, она уходит вот прямо сюда за стекло. И, если на прошлой оптиме вот этой вот вещи не было, то есть, стекло заканчивалось здесь, где заканчивается дверь. Сейчас мы видим, здесь еще дополнительно идет стекло. То есть, вот такое решение. То, крыша у нас, видите, вся черная. Далее. Что еще? Идем, смотрим зад. Совершенно новые фары. Это, я так понял, светодиодные уже фары. Да? Светодиодная задняя оптика. Здесь у нас комплектация GT Line. Здесь мы видим диффузоры новые появились в заднем бампере. Ну, так по-спортивному, на самом деле. И двойной выхлоп. Ну, насколько я знаю, не на всех комплектациях идет двойной выхлоп. Но, тем не менее, вот здесь у нас сегодня так. По внешнему виду все. Идем дальше. Так. Капот на газовых опорах. Двигатель, ну, в общем-то, знакомый GDI 2.4 литра. Мощностью 188 лошадиных сил и там около 240 ньютон-метров крутящего момента. Сегодня мы его испробуем обязательно, как он едет. Обычный атмосферник, цепной привод ГРМ, то есть, должен быть достаточно надежным. А вообще, если говорить о моторах, то в России будет поставляться три мотора. 2.0 атмосферный, значит, 150 сил. Так он в Европе выдает порядка 165-167, но для России там сделали немножко, его придушили для законодательства. Сделали 150. 196 ньютон-метров там момента. 2.4 вот этот GDI 188 сил. И есть турбированный двухлитровый мотор 245 лошадиных сил. И там бешеные 300 с чем-то ньютон-метров момента. То есть, там вообще просто ракета. Я не знаю, как она будет реализовывать этот момент на переднем приводе, но, наверное, это интересно. Вот, составит конкуренцию, в общем, к 3-х полно-литровым Camry. Так, посмотрим приборку. Вот так вот она заводится. Какие мы решения здесь имеем? Ну, то есть, здесь примерно такая же тоже концепция поворотной приборной доски. То есть, она немножко развернута к водителю, что приятно, на самом деле. Имеем большой экран. Здесь порядка 8 дюймов, по-моему. Какие возможности здесь вообще? Что здесь такого есть? В результате получается двухзонный климат-контроль. То есть, для комфорта, получается, водителей и пассажира. То есть, температуру можно отрегулировать по-разному. Для штатной магнитолы, получается, в Аудиосе 10 колонок в этой комплектации. Плюс небольшой портативный салф-буфер и усилок, то есть, внутренний. То есть, здесь штатный усилитель, по-моему, стоит. Руль обшит кожей, такой приятный. Навигационная система, получается, тоже здесь же. Здесь, скорее всего, наиболее циклажка вставлена. Вот, кстати. Посмотрим, как она вообще реагирует на нажатие. Довольно быстро. Назад. Память. Добавить станцию. Ну да, довольно быстро, графика, в общем-то, неплохая. Здесь анимация такая лёгкая есть. Вот он показывает. Эквалайзеры. Ну, понятно. Так, здесь кондиционер или... А, здесь климат. Здесь двузонный климат-контроль. Я уже сказал, да. Так, это у нас можно, типа, как Bluetooth использовать. Мэп-карта. Ну да, то есть, интересно. Вот это решение, оно немножко маздовское напоминает, вот шестёрочное. Но в то же время, вот эта нижняя часть, по-моему, что-то от BMW тоже. То есть, от всех немножко взяли, но удачно взяли, на мой взгляд. Нормально. Много клиентов, кстати, на BMW похоже. Да, вот похоже на BMW, но пластик очень мягкий сверху. Вот эта вся верхняя часть. Здесь как будто бы идёт под строчку, да, сделано. Но на самом деле пластик, ну, в общем-то, выглядит очень здорово. Ну, боковинки тоже мягкие, руль очень приятный. Такой усечённый к низу, по-спортивному. Так, здесь подстаканники, USB, AUX. Ну, здесь панель, получается, сделана под алюминий, то есть, новая уже, получается. То есть, под металом. Да, полированный алюминий. Ну, как и у всех максимальных комплектаций уже есть подогрев сидений. И плюс вентиляция, то есть, водители и пассажиры. Здорово. То есть, электронный, получается, ручник, автохолл. Ну, сейчас сижу сам за собой, но места очень много. То есть, вот до переднего сидения, ну, сантиметров 15, наверное, вообще. То есть, колёсная база здесь немножко увеличилась, поэтому... Ну, даже если бы она не увеличилась, то есть, понятно, что там 2 800 – это огромный запас, потому что бы разместить задних пассажиров с комфортом. Кожаное кресло, красная строчка, подлокотник. Ну, в подлокотнике, кроме как подстаканников, ничего нету. Но, тем не менее, мы видим здесь харман, кордон, аудиосистема. Ну, в данной комплектации, по крайней мере. Возможно, да, с сабвуфером, то есть, это уже, видимо, сзади усилитель у нас в багажнике. А так, что здесь у нас? 12-ти вольтовая розетка. Это у нас, видимо, для зарядки. Да, тут я вот вижу, какая-то зарядка. А, это USB, по-моему, нет? Да, что там USB. Так, воздуховоды. Опять-таки, обрамлённые, такие вот такой алюминиевой вставочкой. Ну, по ощущениям, всё очень приятно. Кожаные такие кармашки. Здесь пластик. Здесь тоже мягкий, кстати, пластик, несмотря на то, что обычно делают, как впереди мягкое, сзади жесткое. Но здесь, в общем-то, видимо, и для пассажиров в том числе. Придите внимание, панорамная крыша. Это вообще замечательно. Небо, хоть и серое, но тоже очень-очень здорово всё это смотрится. Ну что, проедем, попробуем. Так, что-то я низко немножко сижу. Ну, здесь у нас электропривод. О, вот. А, то есть можно не только подниматься, можно и даже высоту вот этой самой подушки. То есть спереди и сзади. Да, то есть и так, и сяк я могу. Это круто. Это не везде так. Хотя нет, вот, несмотря на то, что я сказал, что я низко сижу, всё дело и нормально. Потому что, если чуть выше, я уже чувствую нависание потолка. Так, кстати, потолок чёрный. Так, руль. А руль механический. Так, руль механический по наклону и по вылету. Так, машина заверена, да, у нас? Машина стала шире по сравнению с предыдущей моделью. Если мне не изменяет память, на 2,5 см. Ну, так их сложно ощутить, но в целом, невзирая на какие-то там увеличения, сразу видно, что машина очень широкая. И она на самом деле самая широкая практически в своём классе. Она шире, чем Camry даже, вот, если сравнивать. И по материалам, ну, даже вот с той же самой Camry не сравнивать. Вообще, правильно ли сравнивать вот с Camry? Camry это же вроде как Е-класс, как бы они себя так позиционируют больше. На самом деле, это машина одного класса, их постоянно сравнивают. Единственное, что моторы появляются там ещё 3,5 см. Ну, грубо говоря, сравнить с тем же 2-литровым, получается, с турберным двигателем, получается, то есть, с самой большой комплектующей. И сейчас уже можно сравнить и максимально. Понятно. Ну, мы будем сегодня сравнивать и с Camry, и, наверное, и с Mazda, и с шестёркой. Ну, придётся, потому что... Эти машины в одной линейке, на самом деле, да, в шестёрке, что и Camry, это одна линейка. Ну, это всё-таки D-класс или это Е-класс? Потому что я, в моей голове, что вот тот же Camry, это вроде как Е-класс. Вот я так вот воспринимаю её. Скорее всего, это всё-таки D-класс. Отпустим вот эту машину. Так, сегодня у нас на обзоре именно версия с мотором 2.4. Мягко она подтыкает, то есть, нет никаких толчков. Здесь, ну, сразу чувствуется, что полноценный автомат, гидротрансформатор, не робот. Попробуем управляемость. Вот, скорость 70, перестроение. Но, вообще, чувствуется масса автомобиля, вот, сейчас мы перестраивались, да, чувствуется масса. Есть небольшие крены, но зато я чувствую прямо комфорт. То есть, я даже в повороте, я прям чувствую, что она вальяжно так, но уверенно поворачивает. То есть, да, ну, возможно. И радиус, точнее, диаметр здесь, по-моему, 18-й, да, сейчас у нас, если я не ошибаюсь? Чувствуется 17-й. А, 17-й. Это, конечно, не штамп. Да. 17-й диаметр. Ну, нет такого, что она прямо вот, ну, держится и за доли секунды реагирует. Есть определенный вот даже вот такой свободный ход. Я думал, что это будет вообще жестко. Когда вот я ездил на Мазде шестерки на той же, она прямо вот жестко отрабатывает, во-первых, все неровности, во-вторых, рулится прямо вот цепко-цепко. А здесь, ну, вообще, колесная база чувствуется, есть комфорт. Нету, кстати, продольной раскачки, которая зачастую присуща автомобилям вот именно с большой колесной базой. Двигателя почти не слышно. Вот, до 3000 оборотов я ее вообще не слышал. Я просто слышал легкое шуршание, так вот, шелест шипованной резины. Больше пока ничего не слышал. Ну, еще раз вот поворачиваем. Ну, да, чувствуется, она немножко так, влук так, в поворот вваливается. Вот она так. Ну, да, это, наверное, шина, потому что я чувствую, я даже слышу, они начинают хрустеть вот эти шипы, когда я поворачиваю. То есть они еле-еле так прямо цепляются. Ну, ну, лично я вообще не любитель спортивной подвески, потому что чудес не бывает. И если она будет прямо так, как циркулем прописывать повороты, то это отразится и на нас с вами, на пассажирах, на водителях, на наших пятых точках. Поэтому на комфорте это, ну, стопроцентно скажется. Здесь комфорт, ну, прям чувствуется. Тут я сижу, получаю удовольствие от вождения. Сейчас вот зайдем в поворот. Это на 50 километров, сейчас чуть меньше. Ну, да, шины, шины, шины не справляются. Машина тяжелая, чувствуется. Здесь нужны шины, такие, да, с небольшим профилем, чтобы полноценно вот с ней справляться. Сделаем немножко, пропустим всех. Таким образом пропустим. Сейчас вот встанем на сухое более-менее покрытие. Попробуем до 100 ускориться. Режим D, ну, здесь спорт режима, насколько я знаю, нет. Попробуем до 100 ускориться. И поехали. Стабилизация. Да, постоянно работала стабилизация, конечно. Ну, да, дорога нам не позволит, конечно. Тормоза. Ну, тормоза хорошие, но они мягкие. Они довольно-таки мягкие. Но ими удобно управлять. Усилием на педали тормоза удобно управлять. То есть нет такого, чтобы ты чуть-чуть нажал, и ты клюнул нос. Нет, вполне удобно. Попробуем, насколько быстро реагирует у нас коробка. Вот едем 60. Нам нужно, ну, до 90, например. И оп. Ну, почти сразу. То есть никаких задержек. Что касается шумоизоляции. Вот я слышу все-таки небольшое шуршание такое в арках. Когда эта пескоструечка, которая вот сейчас пыль на дороге есть, она попадает на арки. Вот это только слышу. Больше по шумке вообще никаких претензий нет. То есть мотор еле-еле где-то доносится так издалека. А так вполне достойная шумоизоляция. Руль такой довольно компактный. Приятно его держать. Из хороших материалов. Такой хорошая кожа. Радует, что все-таки коробка адекватно и хорошо прям реагирует так на нажатие. Ей не надо прям долго думать. То есть я не могу назвать ее задумчивой, ну, вообще ни разу. То есть коробка хороша. Мне нравится. Никаких тычков, никаких там клевков. Такого нет. Такой хороший сбалансированный автомат. Ну, здесь даже можно вот без подрулевых лепестков. То есть вообще достаточно. Вот газ и пошла. Ладно, сегодня не та погода, чтобы нам форсить с крышей. О, вообще отлично. Да, здорово. Очень здорово. Ну, приятное ощущение, конечно. Впечатление производит более чем приятное машина. Я ожидал больше жесткости, вот единственное, от подвески. Но я не разочарован, честно говоря. Вот чисто мое субъективное мнение, вот это как раз для меня. То есть мне не нужна жесткая подвеска. Есть куда положить руку. Хорошо, что они не отказались от рычага. Многие сейчас отказываются от рычагов. Подлокотник очень удобный. И вот рука хорошо лежит на этом рычаге. КПП. Ну, потолок вот единственное. Может быть за счет того, что панорамная крыша, он чуть-чуть так нависает над тобой, близко. Но к этому привыкаешь. Видео контроль разрешен. Ну, лепестки тоже хорошо работают. То есть, если нужно, прям вот какая-то экстренная ситуация, лепестки тоже могут помочь. Но в них вот прям большой надобности нет, потому что я повторюсь, что автомат очень хорошо, очень адекватно работает. Прям мне понравилось. Руль легкий. Вот в парковочном режиме вообще легкий. Ну, сейчас на всех практически автомобилях, что С-класс, что Д-класс, руль делают очень легким. О, камера, я мучаюсь. Причем не просто камера, а 3D такая камера, которая позволяет и сверху, и справа, и слева смотреть на автомобиль. Красота. Давайте посмотрим багажник. Тоже немаловажная часть. Ну, я даже не вижу конца и края. Полноразмерное запасное колесо, органайзер. Тут, в общем-то, все есть. Домкрат, ключи, буссировочный крючок. Да, в общем, все есть. Ну, радует то, что здесь запаска полноразмерная. Да, и сколько тут литров, ты не помнишь так на памяти? Более 500 литров объема. Ну, здесь мы видим динамик под сабвуфер. Такой небольшой. Если я правильно понимаю, кем он. Ну, да, это вот. Куфер получается там, да? Закрытый пластиком вот так вот, таким декоративным. Эти стойки багажника, в общем-то, тоже это... Угу. А, ну, понял, здесь надо, наверное, дернуть, а там их надо... Ну, понял. Сейчас попробуем, ну-ка. Так, вот. Ну, практически ровный пол он образовывает. Да. Машина на все случаи жизни, можно и какие-то крупные поклажи перевозить. Еще мы не сказали, что есть на задних стеклах шторки. Тоже это такой признак премиума, скажем так. Такие углубления в потолке под головы задних пассажиров. Ну, да, очень так удобно. И вот эти вот маленькие стеклышки, которые сзади, они тоже добавляют определенного шарма. В них тоже можно наблюдать, что происходит, собственно, на улице. Интересно. Ну, что ж, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо автосалону KIA Motors, а именно TransTech Service, за то, что любезно предоставили автомобиль для съемок. Спасибо менеджеру Александру, который помогал, нам сегодня подсказывал. Всем спасибо, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok